Эта история не столько бедуинская, сколько арабская. Более того, при поиске истории про бедуинов она попадается самой, наверное, часто цитируемой в результатах выдачи в интернете. Но она столь замечательная и прекрасная, что я все равно решил ее рассказать. Арабы вообще высоко ценят и сметливость бедуинов, и мудрость бедуинов, то, как они приспособлены к жизни здесь, в пустыне. Это, кстати, пустыня, которая к западу от Красного моря, между Красным морем и горами. И, может быть, как раз в таких местах она когда-то и случилась. Несмотря на то, что места здесь суровые, растительности, смотрите, почти никакой, кроме песка, только голые камни, бедуины отлично знают эти земли, отлично знают, как в них выживать. Ну вот, например, арабы рассказывают историю про то, как один араб потерял своего товарища и встретил бедуина в том оазисе, где, предположительно, его приятель потерялся. И араб спрашивает, не видел ли ты моего товарища. На что бедуин подробно описывает этого человека? Что он тучный, что у него верплюд слеп на один глаз. И что он был здесь часа три назад. Араб радуется, спрашивает, неужели ты его видел? Где же, куда же он пошел? Бедуин говорит, ну это очень несложно ответить, куда он пошел. Но я, потому что следы его ведут вот в ту сторону, но я его в действительности не видел, никогда не встречал. Араб говорит, ну откуда же ты знаешь, как он выглядит, откуда ты знаешь про его верблюда, и самое главное, про то, что он был здесь три часа назад. Ну, про тучность бедуин с легкостью отвечает, указывая на то, как следы отпечатываются, насколько глубоко. По пути следования верблюда колючки объедены, только с одной стороны, значит, верблюд других просто не видит. Ну, а самое интересное, он ответил по поводу времени, когда приятель арабы был здесь. Вы догадаетесь? Подумайте. Потому что араб не догадался. Он говорит, ну хорошо, колючки объедены, хорошо, следы вдавлены, но как ты узнал, что три часа назад был здесь мой приятель? На что бедуин ему ответил, это очень несложно. Посмотри, вот место, где он отдыхал во время жаркого полдня. А вот тень от пальмы. Ну, неужели ты думаешь, что твой приятель мог отдыхать прямо под открытым солнцем? Конечно же, в тот момент, когда он отдыхал, тень от пальмы падала ровно на то самое место, где он лежал. А это произошло примерно три часа назад. И вот одна из историй о таком смекалистом бедуине. Один араб был далеко от дома по своим торговым делам. И, к сожалению, не снискал успеха. И вот он шел домой. С одной стороны, печалился о том, что его постигла торговая неудача. А с другой стороны, он с радостью предвкушал скорую встречу с родной семьей, с родным домом, детьми. И вот по дороге он встречает бедуина. Ну, а перед этим араб расположился, значит, распаковал свою сумку, достал еду, сидит ест. Мимо проходит бедуин. Они здороваются, представляются. Араб узнает, что бедуин идет из того селения, в которое он направляется как раз. И спрашивает бедуина, не видел ли он его семью, не знает ли он его дом. Бедуин идет на леске, ему хочется, конечно же, угоститься тем, чем сейчас обедает араб. И он, конечно, со всей любезностью отвечает, что да, он видел дом араба. Да, замечательный, чудесный дом. Всем бы дом такой, благоденствие такому дому, как у тебя. Да, я видел и твою жену, чудесная жена. Каждому бы хотелось иметь такую жену, как у тебя. И я видел, конечно же, твоих детей в полном здравии, твои чудесные дети. Всех видел. И верблюда твоего видел. Твой чудесный верблюд потрясающе совершенно выглядит, себя чувствует. И даже твоя собака замечательно бдит за домом. Все знают твою собаку, все прекрасно слышали про ее достоинства и про то, как она хороша. Ну, араб слушает это все, радуется, продолжает есть, а бедуина не угощает. И выходит так, что бедуин уже все рассказал, рассказывать больше нечего. И задерживаться тут вроде бы как нет никаких причин. А араб не приглашает его, к трапезе не приглашает. И вот бедуин замечает, что по счастливой случайности на соседнем бархане показался пустынный козел и скрылся из виду. И глядя на это, бедуин замечает, что... Но, к сожалению, все приходящее в нашей жизни. Ты оставляешь друзей и знакомых в добром здравии, а когда возвращаешься, это уже часто не так. «О чем это таком ты говоришь?» Спрашивает араб. «Ну как, — говорит, — вот видишь, козел, мелькнул и скрылся. А была бы жива твоя собака, никогда бы ему не скрыться. Как же так, — говорит араб. Ты же только что говорил, что видел их живыми, да? Это было тогда, когда я пришел в твое селение, но сейчас это уже не так. Что ж, моя собака померла? Померла твоя собака. Она объелась мясо твоего верблюда и сдохла с пережору. Что такое ты говоришь? Почему же она объелась мясо моего верблюда? Что с ним случилось? «Очень просто, — отвечает ему бедуин, — его закололи на похоронах твоей жены. Как, и моя жена погибла? Да, она умерла от горя, когда крыша твоего дома обрушилась и придавила всех твоих детей». Обеспокоенный араб вскочил тут же на своего коня и скрылся за горизонтом, спеша скорее попасть в свое селение. Вне себя от ужаса и горя. А бедуин сел на кошмар, оставленную арабом, приступил к трапезе, которая осталась здесь же нетронутой, и, глядя вслед удаляющемуся арабу, сказал «Ах, как он, однако, огорчился!» Но когда он прискачет домой и узнает, что все в порядке, каким же счастливым он будет! Продолжение следует...